Вопрос. Что мешает объединиться всем общественникам, которые против кафирова и выступить одним фронтом? Очень часто звучат подобные вопросы, идеи, предложения всем объединиться, но мне бы хотелось увидеть, чтобы ответить на твой вопрос, мне бы хотелось увидеть четкий план, что вы представляете под этим, что это, как нам нужно объединиться, всем собраться, взяться за руки, записать общий ролик или что, или создать один общий канал, на котором у каждого будет какое-то свое время, как вот, допустим, Навальный лайв, да, и у них там разные ведущие. То есть такая команда, типа, как работа телевидения, да, где разные ведущие, разные программы. Или это вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Мне нужно вот это понять. Потому что вот это, что мешает объединиться? А кто говорит, что они объединены? Да и так, как бы, все те, кто объединены, они и так объединены общей идеей, общим направлением, куда мы идем. Каждый работает в этом направлении. Но вот, что вы подразумеваете под этим вопросом, мне не совсем понятно. Если подразумевается, чтобы мы собрались, взялись за руки и записали общий ролик, то нет, в этом нет смысла. Я не вижу в этом никакого смысла. Если вы имеете в виду создать какой-то общий канал и в нем, значит, ввести там каждую свою какую-то программу, передачу, иметь там свое время, то, наверное, это уже нет. Потому что мы не имеем такой, по сути, возможности. Во-первых, мы разбросаны по разным странам. Ну и вообще, опять-таки, это тоже, я не вижу в этом большей выгоды, что ли, чем то, что мы делаем на разных каналах. Поэтому давайте, наверное, сформулируйте конкретно, что вы имеете в виду, и я смогу тогда ответить на этот вопрос. Так, про объединение. Имеется в виду, на сегодня наша диаспора в Европе не видит никаких работ, встречаясь с молодежью в разных городах, в нескольких городах засели, с остальными нет дела. Что-то я не совсем понял, что значит работ, встречаясь с молодежью. Окей, а зачем нам нужны эти встречи с молодежью? Сегодня вот встреча с молодежью и с немолодежью, вот она. Зачем нам где-то встречаться, если вот это гораздо более эффективнее? Здесь сегодня вот собралось больше двух тысяч и молодежи, и не только молодежи. Разве, где мы смогли бы собрать более двух тысяч молодежи сегодня? В каком актовом зале, где нам на стадионе собираться? Я опять-таки не вижу в этом смысла. В том, что, как думаешь, у многих народов на Кавказе героизм связан исключительно с 17-18 веком, потому что они не перешли период, как мы, в 90-е? Ну, наверное, потому что это был период войн для всего Кавказа. Соответственно, войны, конечно, порождают героев, если это не российские войны. У России не бывает никогда героев, кроме каких-то фейковых, типа Кадырова, Дилимханова, у них такие. А настоящие войны, они всегда порождают героев. И у нас этот период был таким общекавказским, период известен общекавказской такой войной. Соответственно, очень много примеров героизма того времени. Поэтому люди, наверное, этот период больше к нему относят, какую-то героизацию. Мы, видите, мы в 90-х, в начале и в конце 90-х пережили две кровопролитные войны. Соответственно, этот период у нас просто изобилует героями, геройскими какими-то историями. Поэтому, да, у нас есть к чему возвращаться. Возможно, те, кто не пережил такие события в недавнем прошлом, им приходится брать чуть дальше, как в другое время. Тумсо. Был ли геноцид армян в Османской империи? Вот когда вопрос геноцида армян будет решен между Турцией и Арменией, вот тогда я тебе отвечу на этот вопрос. Пока я тебе не скажу, что он был и не скажу, что он не был. Я просто воздержусь от этого. Пока этот вопрос не будет между этими двумя странами заинтересованными, Турцией и Арменией не вырегулирован. Я на чу-либо сторону в этом вопросе вставать не хочу. Ведь был геноцид чеченцев. Ты же не ждешь, когда это Россия признает. Да и что это поменяет по постфакту? А также и с геноцидом армян. Ну ты сравнил, конечно. Я чеченец. И я, конечно, за свой народ, за свою страну я буду говорить. Но почему я чеченец должен лезть в дела армян с турками? Я ведь не прихожу к армянину или к турку и не задаю ему вопрос, что ты скажешь про геноцид чеченцев? Ты признаешь его или нет? Да может это будет не скромно сказано, но я плевать не хотел, что там кто-то думает про геноцид чеченцев. Вот вообще с высокой горы мне начихать на все это. Понимаете, от того, что кто-то его не считает, от этого в нашем понимании, в нашем сознании ничего не изменится. Поэтому было бы хорошо, если бы и в обратную сторону было бы такое отношение. Почему армян или турков должно волновать чеченское мнение по поводу геноцида армян? Почему? Если это волнует, это говорит о том, что там какая-то проблема с аргументацией. Нужно побольше людей подтянуть, чтобы они поддержали. Иначе зачем? К чему это должно кого-то волновать? Томсо, как понять, решится этот вопрос между Турцией и Арменией, геноцид либо был, либо не был? Ну как это он, либо был, либо не был? Если одна страна говорит, что он был, вторая говорит, что его не было, как может Томсо со стороны сказать, да, он был? Это будет выглядеть, как встать на одну из сторон этого конфликта, этого спора. Конечно нет, это же не Томсо решает, был он или нет. Это вот эти две страны должны между собой эту тему определить. Вот как они определятся, тогда Томсо будет не проблема сказать, либо да, он был, либо он не был, либо он был, но такой, не такой, как говорят эти и так далее. А так Томсо скажет, Томсо, простите, не историк. В этом вопросе, я честно скажу, эту тему не изучал, так как не была она мне особо интересна. Поэтому я буду, лично я буду ждать решения этих двух стран. Томсо, ассаляму алейкум, рамута баракату, ахи. Если Кавказ будет свободный, могут ли азербайджанские, турки, сунниты присоединиться к этому союзу? Мы расположены в предгоре рядом с лесгинами. Я вообще не вижу в этом каких-либо проблем, причем здесь не важно, это сунниты, или это шииты, или кем бы они ни были. Если нахождение, то есть присоединение к союзу, при условии, что он уже есть, такой союз, да, Кавказский государь создан, условием присоединения к этому союзу является просто соблюдение всех правил этого союза. Я думаю, что это не вопрос как бы религиозный и так далее, так как Грузия, без которой мы не можем себе представить союз Кавказских государств, это далеко не мусульманская страна, тем более там не суннитская. Хотя, конечно, среди грузин есть наши братья-мусульмане, но тем не менее большинство этого народа являются православными христианами, однако эта страна неотделимая часть Кавказа, этот народ неотделимая часть Кавказских народов. Те же осетины являются кавказскими автохтонами, однако тоже там часть, да, и мусульмане, наши братья, но большая часть осетин это либо православные христиане, либо вообще представители, какая-то своя у них конфессия. Поэтому здесь вопрос должен быть не в религиозном плане, а главное, если соответствует требованиям этого союза государства, конечно, оно должно иметь возможность в него вступить. Это как, знаете, как Европейский союз. Вот есть в Европейском союзе определенные правила, как бы соблюдаешь, вступаешь, не соблюдаешь, ну, значит, нет. Претендент на вступление в Европейский союз должен привести свою там законодательную, ну, какие-то базы в своем государстве, должен привести в соответствие с европейскими общепринятыми, и после этого может вступать. Вот у нас должно быть, наверное, нечто подобное в моем представлении. Тумсо, зачем нам, чтобы эти кавказские союзы, допустим, ссорятся столько, сколько хотят? Главное, чтобы деньги на Кавказ шли, и кавказцы влияние по всему миру. А дружба, конечно, хорошо, но обойдемся без нее. Я вообще не понял, про что ты хотел сказать, Эльдар. Меня лично волнует не влияние Кавказа и Кавказа по всему этому миру, а меня больше всего волнует положение самого Кавказа внутри себя на Кавказе. Вот этот империализм, тема влияния, это Россия, да, эта тема больна. Это каждый, кто сидит сейчас где-нибудь в российской глубинке и с каким-нибудь своим особутыльником сейчас убивается, боярышником, он как раз рассуждает о влиянии, о геополитике, о том, как нас все боятся, какие мы велики. А если бы они в первую очередь хотели бы свое положение исправить внутри своей страны, то тогда они реально могли бы стать великими на международной арене. Поэтому меня не столько вот эта тема умует. Для меня важно, чтобы мы, для нам было хорошо, чтобы на нашей территории не действовали какие-то российские или иные законы, а действовали наши законы в соответствии с тем, что мы мусульманское общество, у нас должны действовать те законы, которые соответствуют нашей религии, нашим обычаям и традициям, а не всякий уголовный кодекс России или гражданский кодекс России. Субтитры создавал DimaTorzok